Во имя Отца и Сунина и Святого Духа, дорогие братья и сестры. Приближаясь к Великому посту, мы помним, что человек, созданный Богом, человек, насквозь духовное существо. Он создан для того, чтобы быть участником славы Божьей, той славы, в которую придет Господь при Своем Втором Пришествии, чтобы судить нас той славы, которая сияла над пастухами Вифлееми, которая сияет над всеми нами, над теми, которые способны увидеть и почувствовать эту славу. И в этой славе нет места для тела. Тело естественным образом участвует в этой славе вместе с Духом, который самая главная составляющая часть нашего естества. И в этом Духе мы слышали сегодня слова святого апостола Павла о том, что не пища ставит нас перед Богом. Поэтому не следует нам спорить о том, какой пищи мы будем насыщаться. Пусть для человека, но не человек для поста. Свобода, которую Господь нам дает для человека, а не человек для этой свободы. мы, дорогие братья и сестры, пользуемся богатыми дарами Божьими. Пользуемся для того, чтобы расти в Духе. Но без этого наша жизнь на земле бессмысленна. Только наш рост во Христе – это то, что нам необходимо перед Богом. И как святой апостол Павел говорит, если я соблазняю кого-либо моим постом или тем, что я ем, то не буду есть или не буду поститься. Слава Божья важна, а не пост. Поэтому наш пост состоит прежде всего в духовном развитии нашем, в духовном возрастании, в том, чтобы вы приняли Дух Божий, сияние славы Его. Вы видите в нашем иконостасе во многих и многих иконах, что святые окружены нимбом. Вот это та слава, которая нас окружает, когда мы ей предаемся, когда мы послушные рабы Божьи, а не рабы тела. Господь нас создал свободными. И мы через покаяние, которое мы особенно совершаем Великим Постом, восстанавливаемся в той свободе, в которой Господь нас создал. Свобода от чего? Ни от колючей проволоки, ни от смогерей, ни от танков, которые теперь уничтожают свободу человека на Украине. Свобода от греха. Этим мы, христиане, и только мы можем знать и чувствовать эту свободу. Никто, кроме христиан, не может это чувствовать. только тот, который знает, что такое грех, и как трудно бывает освободиться от него, тот знает, какая борьба нужна за свободу от греха. Не служим мы мясу или рыбе, или какой-нибудь другой твари. Ибо мы служим Христу. Это наша свобода. И эту нашу свободу мы будем защищать против всех нападений нечистого, который особенно во время Великого Поста будет стремляться, стремиться к тому, чтобы наш Пост осквернить. не будем осуждать никого, как святой апостол Павел не осуждает тех, кто постятся или не постятся. мы будем поститься, да, каждый в меру своих сил и способностей, из прежде всего сил его Духа, свободного Духа, который не подчиняется никаким страстям, который так нас тянут к земле и ниже земли. Первая цель – это свобода. Эту свободу мы будем защищать. Будем защищать всеми доступными нам мирами. И мы знаем, какие это меры. Достаточно послушать один раз, как следует, молитву святого Ефрема Сирина, и все будет у нас готово. Все оружия, которые нам нужны – не танки, не самолеты. Нет, молитва – это самое главное орудие, которое мы имеем в защите нашей свободы. Свободы от греха. Для Христа, за Христа. Так, чтобы Христос стоял в центре нашей жизни. Эту свободу, дорогие братья и сестры, мы будем стремиться к ней, чтобы она всегда была наша свобода, христианская свобода, которую никто не может нас лишить, если мы не поддаемся внушениям нечистого. В этом, дорогие братья и сестры, настроении мы войдем в Великий пост. Будем поститься, как строже, как мы только можем. Но от нас не все зависит. Мы также должны следить за тем, чтобы никого не сообразнять, ни нашим постом. То есть, на месте работы, не трубиться о том, что я пошусь, я такой великий. Нет, никакой ты не великий. Самый меньший. Пост показывает, насколько ты мало пред Богу. Покаяние. О чем мы молимся все эти дни? Покаяние в отверзме двери, сами не можем, не способны открыть эти двери. Мы нуждаемся в Божьей помощи для того, чтобы открыть двери настоящего покаяния. И только христианин знает, что это такое. Никто другой не может это знать. Ибо только мы имеем эту чудесную, чудотворную возможность каяться перед Богом, очищаться от всего ненужного, от всего балласта на нашей душе. и шагать твердыми шагами ко Христу. На этом, дорогие братья и сестры, и смысл, и цель нашего шествия через Великий Пост, чтобы в конце Его с радостью встретить великую, великий праздник Пасхи. Аминь. Благослови имя Господне на вас, благополюдатие человеколюбие, всегда на мне приступи к веку. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok